Небольшая брошюра – это и есть первый собственный путеводитель для города Абакана. К 85-летию книжку выпустил Туристко-информационный центр. Экскурсию по городу предлагается совершать от железнодорожного вокзала и в 4-й микрорайон. Любой житель или гость нашей республики сможет с таким путеводителем совершить самостоятельную экскурсию по республиканской столице. В брошюре ведется повествование от первого лица об истории Абакана. Путеводитель предлагает посетить полтора десятка достопримечательностей. Среди них, конечно, главная площадь республики – Первомайская. Создатели брошюры нашли редкую фотографию 50-х годов – площадь с памятником Иосифа Сталина. Отец народов следил за порядком в центре Абакана 26 лет – с 30-го года. В 56-м монумент убрали, дом правительства, обком тогда был трехэтажным, а площадь украшал фонтан. Позже, в 70-м, в апреле, к столетию с рождения вождя, на Первомайской площади появился известный всем памятник Владимиру Ленину. Дальше маршрут идет к кинотеатру «Победа», который, согласно легенде, был открыт 9 мая 45-го года. А первым фильмом, который транслировали проекторы «Победы», стала лента в 6 часов вечера после войны. Мог быть в Абакане еще один кинотеатр. На полвека моложе «Победы». Немногие помнят, но Абаканского дворца молодежи в свое время даже было народное имя. Его назвали «Титаник» в честь знаменитого фильма, который вышел на экраны в 97-м году. АДМ изначально строили как кинотеатр, но во второй половине 90-х из-за большой популярности домашних видеомагнитофонов кинотеатр посчитали невыгодным. Хотели отдать под торговый центр, но в 2002 году АДМ все же стал культурным. В этом здании разместился дворец молодежи. К слову, немало достопримечательностей появилось в Абакане в последние годы. Например, скульптура «Маленький принц». Путеводитель можно будет получить бесплатно в туристическом информационном центре в начале июля. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.